Здравствуйте, дорогие друзья! На необъятной территории нашей страны еще находятся старинные диковинки, которые доживают свой век, так и не представ в полном обличии перед потомками. Мы уже обращали на них внимание в фильмах, как наше прошлое превращается в пыль, необычная церковь посредине поля и других. Думаю, вы и сами не раз встречали такие старинные постройки. Существует два ярко выраженных противоположных явления – ухоженные памятники прошлого, в которых создаются музеи и проводятся выставки, и заброшенные сооружения, которые, кажется, стали никому неинтересны. Одни здания являются не просто историческими объектами, а местами памяти, где люди могут познакомиться с наследием предыдущих поколений, воссоздать атмосферу прошлого. Другие же здания остаются заброшенными, и без должного внимания покрываются паутиной забвения. Давайте попытаемся это исправить. Сегодня речь пойдет о красивой усадьбе Семеновская отрада, что в Московской области. Усадьба Семеновская отрада представляет собой крупный архитектурный ансамбль. Он включает в себя роскошный дворец, охватывающий его по периметру флигели и службы, старинную церковь, мавзолей и усыпальницу, бывший ландшафтный парк, гидросистему из искусственных прудов, лебединое озеро. Помимо этого, раньше на территории располагались парковые павильоны, беседки и мостики, искусственные руины и фонтан. Все теперь кануло в пучину времен. Окованные ворота работы Боссе, статую львов на колоннах парадных ворот, позже исчезнувшие в неизвестном направлении. Сегодня мы рассмотрим нынешнее состояние дворца, сопоставим новые факты со старыми дореволюционными открытками и иллюстрациями об этой усадьбе. Перейдем к краткой исторической справке. Строительство усадьбы Отрада начато в 1775 году и продолжалось не один год. По большим покупкам материалов видно, что постройки продолжались вплоть до 1800 года. Граф Владимир Григорьевич Орлов с семейством начал жить в усадебном доме уже в 1778 году. Из писем графа к сыну Александру, отмеченных 1786 годом из Отрады, видно, что устройство Отрады продолжалось одновременно с жительством в ней графского семейства. Таким образом, все устраивалось в глазах самого хозяина и не было опасности, не согласного с его вкусом исполнения, каковое неименуемо случается, когда дело поручается заочно архитектору или управляющему. Имя архитектора нам неизвестно, но исполнителем является Бабакин, крепостной. Из записок стало известно, что граф призвал лучшего архитектора и тот указал ему место на холме для трехэтажного дома. Но граф изменил замысел, построив дом в два этажа. Покатажный дом-дворец из красного кирпича был выстроен на левом берегу реки Лопасни. С севера он был прикрыт от ветра высоким косогором, на вершине которого построили усадебную церковь во имя небесного покровителя графа, святого князя Владимира, крестителя Руси. Хромозданная грамота на постройку в Отраде церковь во имя благоверного князя Владимира дана московским архиепископом Платоном графу Владимиру Григорьевичу в 1777 году. Церковь строили с 1778 по 1780 года. Под церковью был сооружен склеп для семейных захоронений. Там покоились после кончины три брата Орловы – Григорий, Иван и Федор Григорьевичи – до перенесения их праха в деревянную ротонду-усыпальницу Орловых, которые возвели в 1871 году. Рядом с домом-дворцом были возведены симметричные постройки – два двухэтажных дома для прислуги, два гластевых флигеля, два павильона – восточная и западная оранжерея. В 1795 году устроен фонтан против дома. В 1793 году граф Владимир Григорьевич заказывает трубки для фонтанов и бурова для верчения ионных. В 1795 году приказывает сделать фонтан против большого дома, для чего отыскать человека, делавшего фонтан у князя Репнина. Парк и сады разбивал некто Питерман, который поминается в первый раз в 1780 году и получает приказание о посадке фруктовых деревьев. А в 1787 году был приглашен английский садовник из Царицына для составления плана всей местности, а по его указанию были разбиты в рощах дорожки. В 1792 году был приглашен московский садовод Лебеденко, с которым говорено было, как лучше садить деревья у стенок каменных. Олени составляют большую красу английских парков, и граф завел их в Отрадинском. Со стороны сосновой рощи и со стороны реки Лопасни были возведены каменные стены от ветра. У стен посадили деревья. Стены просуществовали до начала 20 века. В 1808 году велено плотникам 15 человекам строить беседки. К 1830 годам уже оформился усадебный комплекс с постройками для жилья владельцев, гостей и прислуги. Имеются хозяйственные постройки, развивается оранжерейно-тепличное хозяйство с огородом и плодовым садом, благоустраивается английский парк, в котором есть лесные массивы, рощи, зверинец, луга. С 1831 года по 1845 года хозяйкой Отрады была дочь графа Орлова Екатерина Владимировна Новосильцева. В обыдность ее хозяйкой деревянная ротонда-сыпальница заменена капитальной кирпичной церкви Успения Пресвятой Богородицы. Церковь была выстроена по проекту архитектора Жильярди. Закладка произошла 16 июня 1832 года. Реализацией проекта занимался его брат Александр Жильярди и его помощник Иван Мартьянов. В начале 1850-х годов Давыдов приглашает в отраду архитектора Босси. По его проектам ведется перестройка отдельных зданий, например, дома-прислуги. Возводятся стены из красного кирпича с воротами, отделяя хозяйственные дворы, заменяя старые ограды легкой, кованой в версайском стиле по эскизам Босси. Строится дорога от восточных ворот дворца до Успенской церкви-усыпальницы. В 1864 году ряд переделок дома осуществил архитектор Кольман. Он изменил цоколь дома, сделав пять рядов с кордоном, чтобы окна подвальные находились в цоколе. Сделал свод над парадным входом, чтобы придать парадной лестнице больше солидности и красоты. Удалил аттик над карнизом дворца, обработал кругловатый угол главного дома. Переделал балконы, заменив решетки балясинами и перекрыв пол. В 1870 году построена телеграфная линия от Серпухова до Отрады. Также в этом году на церковную колокольню завершены английские часы с боем, завещал перед смертью граф Владимир Орлов-Давыдов. После смерти графа Владимира Орлова-Давыдова в 1882 году Отрада перешла во владение его сыну Анатолию Владимировичу. При нем в 1896 году на Большом графском углу был установлен памятник Екатерине Великой, благодетельнице рода Орловых в связи со столетней годовщиной смерти императрицы. В 1908 году составлен проект анализации при Отрадинской больнице инженером Милюковым. После 1917 года владельцы усадьбы стали меняться почти ежегодно. Музей дворянского быта сменяли разные учреждения. Детский дом имени Карла Маркса, Семеновский сельскохозяйственный техникум, Поливановский педагогический техникум, школа крестьянской молодежи, биостанция юных натуралистов, агропедстанция Михневского района, опытная педагогическая станция наркомпроса, школа десятилетка, комсомольская отрада. В 1937 году в отраде был произведен капитальный ремонт, в 1977 году на усадебной территории был построен санаторий Семеновская. Конец краткой официальной исторической справки. Итак, друзья, первое, чтобы не бросилась в глаза, строчка, где граф решил построить дом в два этажа. Граф призвал лучшего архитектора, и тот указал ему место на холме для трехэтажного дома, но граф изменил замысел, построив дом в два этажа. Однако на фотографии мы четко наблюдаем третий, так называемый цокольный этаж. Словно архитектор построил три этажа по проекту, но заказчик увидел, поморщился и сказал засыпать. Зайдем на территорию усадьбы. Духэтажное здание с двумя прекрасными ротондами по бокам, фамильные гербовые картуши семи орловых под крышей. Но его не пощадили ни время, ни люди. Дом неумолимо разрушается, вода течет через растерзанную крышу, печи раздираются на израстце охотниками за наживой. Почти вся лепнина и роспись стен уже исчезла. Перекрытие постепенно приходит в негодность. Примечательно старая ионическая колонна не весть как сохранившаяся с тех пор до нашего времени. Она смотрится как-то одиноко, как будто чего-то не хватает на ней или рядом. Сам ход здания. По лестнице с чугунными перилами на крыльце ротонди попадаем внутрь дворца. Первое, что мы видим – печальное состояние помещений. В большой массе это голые стены и полузобранные печи. А и в 70-е годы здесь была проведена полная реставрация здания. Взгляните на эту причудливую арку. Если у кого остались еще сомнения, что дом имел больше двух этажей, то это чудо-арка должна их развеять. Она выглядит низкой и как минимум неэстетичной. Но стоит ее мысленно продлить на еще один условный этаж, и она становится соразмерной и изящной. Очень интересна планировка усадьбы. Много флигелей, пристроек. Если пройти от центра дворца, мимо оранжерей на восток или запад, придешь либо к восточному, либо к западному одноэтажному флигелю. В них также пусто, но в западном сохранились остатки советского медпункта при санатории. Любопытная лепнина, дожившая до наших дней. Привожу фотографию западного одноэтажного флигеля. Продолжим наш путь и поднимемся в гору. Для этого надо пройти через территорию новых корпусов санатория. Никого не встречаем, и вот уже на месте. Мавзолей усыпальницы Орловых. По проекту архитектора Жильярди в 1832-1835 годах была построена Успенская церковь, ставшая родовой усыпальницей графов Орловых. Сейчас это строение больше известно как Мавзолей. Тут расположилась небольшая историческая экспозиция. Дереволюционное фото Мавзолея. А здесь мы можем полюбоваться деревьями, что выросли на крыше. И в наши дни усадьба продолжает поражать своим размахом и архитектурной изысканностью всех, кто видит ее впервые, даже в сегодняшнем состоянии. Несмотря на многолетние запустения и разрушения, в них сохраняясь декоративные элементы и детали, которые представляют большой интерес для специалистов и ценителей истории. Подводя итоги, хочется надеяться, что удастся привлечь внимание общественности, меценатов и властей к этому объекту. Только совместными усилиями мы сможем вернуть этой усадьбе былое величие, обеспечить ее дальнейшую защиту и сохранение для будущих поколений. А на этом я с вами не прощаюсь. Благодарю за то, что досмотрели до конца. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok